Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. В Петербурге прошел 10-й парламентский форум BRICS, главной темой которого стала конкуренция России и стран глобального юга с коллективным западом. В частности, обсуждалась идея общей валюты, чтобы избавиться во взаимной торговле от доллара. Другой важной темой стал прием новых участников. Накануне о готовности примкнуть к BRICS заявили Малайзия, Таиланд, Турция и Азербайджан. Сможет ли этот клуб стран стать аналогом ЕС в экономике? В Петербурге в Таврическом дворце закрылся двухдневный юбилейный парламентский форум BRICS. В нем участвовали представители не только 10 официальных стран объединения, но и ряда других, пока не представленных в нем. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что к организации хотят примкнуть еще 24 страны. Последними заявки подали Малайзия и Таиланд, а о желании вступить недавно сообщили Турция и Азербайджан. «Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадают взгляды на развитие международных отношений, роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые зато, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила», – сказала Матвиенко. Выступавший на форуме президент Владимир Путин напомнил, правящие элиты стран золотого миллиарда боятся утратить влияние и ресурсы. По его словам, западные государства пытаются подменить международное право создать монополию на истину. А такая монополия, считает российский лидер, разрушительно. Глава государства не обошел стороной и тему дедоларизации, которая уже не раз звучала на форуме. «Коллективный Запад воспринимает БРИКС как бельмо на глазу», – посетовал Сергей Рябков за министра иностранных дел РФ, шерпа нашей страны в БРИКС. «Мы видим буквально на повседневной основе в большом и малом работе – БРИКС, направленный на консолидацию альтернативной повестки дня, а самое главное – подходов и методик, которые не стыкуются с тем, что в западном кругу считается нормой. БРИКС, наверное, уже бельмо на глазу коллективного Запада», – цитирует его ТАСС. «БРИКС, тем не менее, выполняет роль центра притяжения, магнита во все большей мере, и это видно, в том числе по составу участников Петербургского парламентского форума», – заключил дипломат. Стоит напомнить, Россия с 1 января приняла эстафету председательства в группе, состоящей из 10 государств. С момента основания в 2006 году БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась Южноафриканская республика. Пять новых членов – Египет, Иран, АЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия – стали членами объединения с 1 января этого года. «Какова главная проблема группы БРИКС ожидать каждый год все большего расширения БРИКС было бы наивно, так как его членам важно не утратить в этом процессе сфокусированность на результат», – добавил Рябков. По его словам, участники организации не закрывают ни перед кем двери, но отдают себе отчет в том, что эта структура в конечном счете сперва должна показывать практические результаты внутри объединения. «В отличие от Евросоюза и НАТО, у БРИКС нет критериев приема новых членов, и это одна из основных проблем», – заявил политолог Андрей Картунов. «Есть несколько концепций, как принимать. Одна – взять паузу и заниматься углублением отношений между теми, кто уже состоит в организации. Другая – БРИКС должна быть репрезентативной, то есть нужны страны, представляющие все регионы планеты. К примеру, быстро развивающийся регион Южной Азии в блоке вообще не представлен. Кроме того, есть мнение, что в БРИКС нужно приглашать преимущественно крупные страны по территории, населению, экономике и потенциалу. Мол, остальные присоединятся только в качестве партнеров», – заявил Картунов. Он уверен, что эти варианты будут обсуждаться на саммите БРИКС, который пройдет в Казани уже через несколько месяцев – 22-24 октября. Запад к своему удивлению и изумлению обнаружил, что санкции, которые водили, чтобы разорвать оставшиеся клочья экономики, не работают. Открытие было настолько ошеломляюще, что они тут же принялись организовывать новые санкции. Ну, те гасить пожар бензином. Все по лучшим образцам западных стереотипов. Теперь санкции у них называются истинами. Видимо, для них истина – это посмотреть на яйцо с другой стороны. Во исполнении первых санкций призывают санкции на санкции, то бишь вторичные санкции. Если ты не исполняешь первые, то получишь вторые. Так, видимо, надежнее. Раньше я думал, что игра в последнее китайское предупреждение есть только у соседей. А нет, на Западе она пользуется большой популярностью. Однако, какая-то польза от этих вторичных санкций все-таки есть. Примером такого вторичного послушания является Кипр. Некогда тихая гавань для многих и многих крупнейших предпринимателей и компаний, которые укрывали свои доходы от всех налогов на территории своей страны. В этот офшор стекались десятки бизнесменов, которые таким образом обходили санкционное давление и сохраняли свои сбережения. Но с некоторых пор киприоты решили, что они больше не будут нарушать санкции и не будут помогать бизнесу обходить их. Президент Кипра Никас Христодулидис заявил, что теперь с уклонением бизнеса от санкций будет принципиальной. Это становится для Кипра возможностью укрепления своего престижа в качестве надежного делового и финансового центра. Надо понимать, что его слова относятся только к партнерам в западной юрисдикции, а всем остальным он совсем не мягко намекнул, что домой – пора домой. Кипрская газета «Пхилилифт Херас» в своей редакционной статье написала, что российские компании массово покидают кипрские офшоры. Число таких уже перевалило за десяток и продолжает расти. Переполох в кипрском курятнике возник после того, как в конце прошлого года пришло сообщение, что местные банки прекратили все операции в рублях. Упс, как же теперь переводить деньги из России? У нас долларовых платежей за рубеж нет. А уж когда власти начали какие-то нам расследования и разбирательства в отношении компаний, которые якобы скрывали и отмывали активы российских олигархов, попавших под санкции штатов, то у бизнеса наконец-то прояснило, что ловить здесь больше нечего. Под эту метлу могут замести любого. Слава богу, что сегодня в России созданы очень привлекательные условия для льготного налогоблажения и наши офшоры не менее приятны, чем те же кипрские. Налоговые послабления существенные, есть исключение из налогоблагаемой базы доходов в виде акций и доли экономически значимых предприятий. Поэтому весь крупняк потянулся в родные пенаты. А это дает основания говорить о том, что в России будет новый экономический рост. Понятное дело, что раз увеличивается количество налогоплательщиков внутри страны, то и собираемость налогов и наполнение бюджета будет больше. Одни сплошные плюсы. Надо не забыть послать тортик киприотам со словами благодарности по поводу усиления санкционного давления на наш бизнес и бантик привязать побольше. Наш девелопер эталон меняет юрисдикцию на остров Октябрьский в Калининградской области. Тем самым они стремятся снять многие риски с компаний и увеличить приток инвестиций в свой бизнес. Уже явно чувствуется бессилие Америки с введением санкций. Теперь она перекинулась на другие страны, которые, по ее мнению, помогают нам обходить эти самые санкции. Одним из первых попал Китай. Американские финансисты довольно точно просчитали уязвимые места китайских банкиров и торговых организаций и накинули на самые крупные организации, которые сотрудничали с российскими компаниями и начали заявлять о вторичной санкционной петле. Пришлось китайцам отчасти затормозить межгосударственные платежи, чтобы не получить ограничения в своих финансовых операциях с Западом, где у них до 90% объемов проводок, а бизнесмены нажали на тормоз по некоторым поставкам своих товаров. Но останавливаться в поисках выхода из этой ситуации никто и не собирался. Финансово-экономическая борьба на сегодня становится основным как в российско-западных отношениях, так и в отношениях Китая с западными недрузьями. Обе страны ищут различные варианты обхода санкций и ведения нормальных, поступательно развивающихся торговых связей. Санкции США привела к тому, что китайские экспортеры просели со своими поставками в Россию за первые четыре месяца 2024 года на 1,9%. Именно такие сведения давало главное таможенное управление Китай. Российская сторона менее подвержена страхам санкций и уверенно продолжает грузить и платить. Дочка ВТБ в Китае работает 24,7 не останавливаясь ни на секунду. Объемы у нее просто фантастически растут. Наши экспортеры ставят очередные рекорды и по сравнению с прошлым годом показатели России выросли за четыре первых месяца 2024 года на 10,2%. Ну, ничегошеньки у американцев с нами не получается. В период подготовки к приезду Путина в Пекин проводилась огромная работа по преодолению и обходу западных ограничений для китайского бизнеса.